здравствуйте друзья понедельник сегодня недель начинается что вам сказать писали что на этой неделе и скорее всего прямо в понедельник но пока этого не случилось будет опубликован новый вариант вот этого запретительного указа вот того что был по поводу там граждан семи мусульманских стран никаких тонкостей там больше пока не не раскрывается но вот говорят что не будут как бы обижать тех кто уже имеет там свои грин карты штамм получилось так что обижали сказали что по настоянию там самых разных людей исключат из этого списка ирак то есть граждан ирака с учетом каких-то там многочисленных обстоятельств вот как бы не то государство нынче рак чтоб его так и бежать ну значит исключат ирак о том что включить туда какой-нибудь там саудовскую аравию или пакистан об этом не говорят ничего но прежний указ который потом по судам забаллотировали это можно было бы там с ним дальше двигаться теоретически в верховный суд но как-то они решили не завязываться а пока что вот просто сделать другой так чтобы суды не цеплялись и в общем они теперь как бы лучше по не понимая к чему прицепился суд только скажем так что не то что прицепился очень против чего возражал возражали суды значит они как-то так по-другому видимо его сконфигурировали но уже считай месяц прошел то есть им так много времени понадобится и месяц понадобился чтобы понять как теперь сделать и мы не знаем что там будет и насколько опять там начнутся суды и всякие дела но во всяком случае ожидалось что сегодня это будет и я с утречка то пошел посмотреть на компьютере потому что у нас время на три часа отстает от вашингтона и был шанс что удастся там что-то уже посмотреть но вот нету ничего он сейчас у нас где-то к девяти утра нет нет 9 но приближается без там десяти минут 9 а я еду к врачу я должен 1 3 месяца там видеть своего эндоктринолога поэтому я так не будет обычно я на час позже двигаюсь на работу в общем пока ничего нет ну что еще сказать веселая такая история разворачивается по поводу значит от этого цирка очередного насчета того что якобы обама там прослушку заказал на комиссию избирательную там трампа и тут много много всяких мнений высказывается и конечно вот есть такая фраза что прострелил себе ногу так есть такая вот фраза что сам себе вот вот похоже что он сам себя в ногу выстрелил не знаю зачем но я думаю что просто не не контролировал себя человек то есть в субботу в 5 утра ему тут на дачу ехать а он значит взял отдохнуть бы надо он в 5 утра никто не ожидал там из группы там перехвата никто не перехватил в общем он так раз и и жахнул в твиттер что обама значит только что узнал говорит он специалист по фейк-ньюс у нас да там главный производитель новостей честных стране только что узнал говорит он что вот обама такой негодяй значит там и вот четыре сообщения в твиттере но соответственно обама г.д. охренеть что значит дальше разные люди выступают которые ну к этому делу так прямо или косвенно относятся дело в том что президент вообще не может так такую такую заяву дать это более сложный процесс и есть специальный суд он такой весь секретный который дает разрешение на установку прослушки сервейланс вот это вот у нас называет там не только прослушка там может быть еще что-то к этому но чем есть специальный суд который этим занимается и получается такая история что значит либо обама такого не давал и президент наш как бы не хорошо себя проявил вот но если например суд давал писать все что вот заказали значит там да и суд давал таким образом это значит что судья федеральный судья который ну как бы независимо избранные там и так далее вот этот самый судья нашел что достаточно есть аргументов в пользу того что мы имеем дело с иностранным шпионажем с госизмены вот с такими делами и он разрешил установку прослушки и наблюдения за людьми которые вовлечены в компанию трампа то есть не тот не другой вариант как бы ну совсем даже не не в его пользу так скажем но безусловно есть какие-то люди которые как бы вот это не важно то есть те кому апеллирует там для них это несущественно то есть есть какой-то факт но дальше вот как девушка там влюбилась кого-то понимаете а он может быть не такой хороший как она думает но это не важно она же не видит его мы все такие на самом деле вот мы же не видим человека мы видим человека в том виде как мы хотим его видеть а дальше выясняется что вот он не такой и девушка ведь негодяй а он не то что но она то думала он навсегда таким был пойти он не то что негодяй а вот ну как был а девушка размечтательная было платье намечтала себе вот эти мечтательные девушки они не видят так сказать что происходит но к ним собственно вот ведется вот это вот апелляция хотя мечтательных девушек не так много на самом деле как может показаться потому что было еще много людей как голосовавших за трампа которые просто не но не нравилось им клинтон кроме того есть люди которые всегда голосуют за кандидата вот этой партии но вот вот всегда и кстати статистика показала что люди которые традиционно голосуют за республиканцев они практически все и проголосовали ну там с небольшим может быть исключением проголосовали за трампа как кандидата республиканской партии поэтому в общем среди них есть много людей которые как бы не такие романтичные так скажем а в общем то может быть даже видят что происходит но я думаю что мы движемся в таком направлении чтобы вообще как бы перестать обращать внимание какой-то президент ну чё-то там сказал но но понятно что и ерунда там не стоит нашего внимания сил времени поскольку нам-то надо делом заниматься а тут как какой-то цирк там ну ну хорошо ну цирка с одним и тем же номером эти номер то не меняется вот поэтому не знаю так вот мне такое впечатление им еще предстоит как-то объясниться на этот счет хотя они отказываются и даже наоборот то есть оказавшись в таком положении и значит трамп не не только не ну как-то не попытался исправить ситуацию а даже вот господин спайсер шанс пайсер это пресс-секретарь белого думал он сказал наоборот они как бы ставку увеличили и сказали что они требуют чтобы вот те комиссии которые занимаются расследованием русского следа это не включили в себя вот значит расследование возможных неправомощных действий со стороны значит администрации обама и так далее то есть как бы вот такая спекулятивная дешевка идет и ну я я даже не знаю я я честно говорю немножко устал тут еще тонкость в том что во вторник было совместное заседание обеих палат конгресса сша и трамп выступал там перед ними и такой как бы надо сказать у него был тон такой примирительный и это был вот тот президент которого хотелось видеть многим и поэтому как бы реакция в прессе была хорошая то есть казалось ну вот действительно что-то больной пошел на поправку может действительно выздорове что такое произойдет и так далее но я кстати тоже вот это видел и я думал сказать об этом или нет уж я мог на самом деле поговорить на эту тему тоже но я подумал что преждевременно очень потому что но один человек один раз человек что-то сделал не так как он делает всегда это же не не значит что он и дальше будет делать не так как всегда и вот она как вот так и получилось то есть я в целом даже как бы рад что я не стал на эту тему рассуждать потому что какой-то дяденька тут я не помню кто он был сенатор то ли сенатор то есть член палаты представителя сейчас уже не помню очень красиво дать по-английски изумительно они красиво говорят эти люди и там была такая красивая фраза он сказал что как бы мы не хотели видеть что президент ну как-то так дорастает до ответственности президентской что он начинает понимать ответственность перед миром там соединенных штатов и хотя бы это сказать элементарное уважение к правде так как фактам элементарное вот но и так он это перечисляет чтобы хотелось но надо признать к этому что этого никогда не произойдет надо уже перестать что-то ждать и на сказать ну не получается так так что такая вот у нас интересная веселая ситуация из других новостей событий там нашей жизни что там впереди я думаю мы сейчас договариваемся об экскурсии на завод компании тесла во фриманте тут недалеко полчаса отсюда значит мы пойдем наверное с нашей внучкой сашей она очень интересуется поэтому так сейчас идет момент такое согласование там дат и когда это получится единственное что там вроде бы снимать нельзя то есть нам говорили что снимать на заводе нельзя поэтому снимемся мы может быть только где-нибудь у входа и на выходе и у меня такое сомнение остается можно ли там записывать голосом что-то без картинки то есть вот идешь слушаешь там экскурсовода ну хотя бы как-то если не самого экскурсовода то хотя бы свои какие-то заметки потому что я боюсь что за час экскурсия основную часть позабуду ну то есть сами понимаете у нас тут с дождиками вы видите какая погода несколько дней уже было распогодилось а сейчас как-то но вот не особо не знаю посмотрим посмотрим что будет дальше получаться светлана вышла с предложением очень странным который я выношу на ваши так сказать суждение предложение такое мы на самом деле ну периодически ездим куда-то да то есть но при том количестве людей которые смотрят наш канал и как-то так вот хотели бы нас видеть мы устали ездить уже так ну думаю а поехали вот там поехали куда-то там есть люди которые там но с ними нам интересно будет им с нами интересно и так как-то общение какое-то есть не мне просто так смотришь там тут кофейня там музей а так как-то люди вокруг и фантазии давай устроим такой конкурс значит люди которые живут в сша и в канаде будут снимать маленький сюжетик вот о том месте где они живут может быть видовой может быть с голоса и рассказывать что у них там есть а мы значит будем соображать куда нам поехать и вот победителем конкурса значит победители это будут те люди которые как с которым мы поедем туда в гости мы вообще в гости так мы мы селимся в гостиницы мы не навязчивы такие но просто вот такой такой странный приз я как-то привык что призы должны иметь какое-то материальное выражение не ну конечно там книжку с подписью там без вопросов в общем да и я свете год ты знаешь скорее всего это блогеры будут потому что они все время рассказывают о тех местах где они живут и как бы она год ну пусть блогер а чего быть блогеры тоже хорошо в общем я не знаю такая вот странная мысль я еще не объявляю конкурса а я вот как-то хотел с вами посоветоваться потому что для меня это идея немножко неожиданная такая странная до врачу так я не не попал значит оказалось что не шестого у меня а 16 но вот дайте как бывает где-то в календарь сразу там по зоопарке что-то внесли в систему я даже вот уже и анализы там сдал не ладно чё теперь делать значит шестнадцатого вот а сегодня получается на час раньше из дома вышел да друзья такая вот странная странная такая ситуация получается сегодня прочитал сегодня прочитал что хакеры значит ну пишет что российские пишет что это российские хакеры и что вот они шантажируют и требуют значит там выкупа с каких-то там значит либеральных групп организации там и так далее за не разглашение всяких таких интимных деталей их деятельности которую они на что над и были в их имейлах которые были предварительно хакнуты то есть как бы требует ну как назвать наверно есть слово подходящее такой откуп да как сказать чтобы они откупились вот вымогательством занимается на самом деле но и так так русской теме она как-то вдруг активно вошла в жизнь с этой избирательной кампании с этим президентством и так далее пишут еще так же что у президента нашего был какой-то вот чуть ли там ну не план по устранению так сказать всякого негативного в отношениях с российской федерацией но чего-то вот учитывая что атмосфера неблагоприятная они решили пока не делиться этим планом а так как-то попридержать я вспоминаю как обама тоже это вот с тем же партнером на российской стороне вот он перезагрузку хотел так что-то многие многие хотели президент буш я помню в глазах у путина увидел человеческое вот я помню он так такая интересная была фраза она вот что он когда они встречались там на ранче в техасе наверное тогда это было вот что он вот в его глазах увидел там что-то такое кроме нефти да ну в общем теперь у нас как бы новый новый такой заход в перезагрузке да ну как-то он пока откладывается вот такие у нас такие у нас пирожки да еще хотел сказать что мы когда ездили ватсонвилл там у меня сериал был из восьми сюжетов один из них посвящен мексиканскому магазину mi pueblo и вот этот вот mi pueblo я то его и раньше здесь видел но как-то никогда не захотел это сеть из 15 магазинов в северной калифорнии это сетевой магазин и мы там зашли как бы на экскурсию а купили там буквально только пирожное какое-то а вчера уже мы со светланой ехали мимо и зашли и там действительно дают пробовать все подряд поэтому мы уже перепробовали там разные сметаны и сыры сыры просто сказочные надо сказать сыры сыры невероятные действительно молочка у них потрясающим и мы не могли удержаться потому что вот нам чего не дают пробовать а нам все нравится и женщина мексиканская плохо говорящая по-английски нас которая нам давала попробовать она нас полюбила там просто такая столько счастья у нее было в глазах когда мы ей говорили это тоже нравится она еще чуть не с вами снова пробовали в общем сыров мы перепробовали страшное количество да а вот колбаса там была кровяная мы купили кстати кровяной колбасы и ели ее так поджарив на всякий случай надо сказать что оказалось остренькая так что если вам доведется покупать кровяную колбасу в мексиканском магазине вот имейте ввиду что она острая так что а те кто интересуется где у нас этот самый мипуэбло и не умеет пользоваться гуглом значит он находится на той же плазе на которой находится айкея и там же еще норстремрек знаменательное такое место вот и на этой же самой плазе он он и находится ну что друзья я приехал на работу и пойду смотреть может какие еще новости подвалят там пока я добирался но как только будет опубликован вот этот вот декрет новый указ я извиняюсь президентский указ с какими-то иммиграционными там делами то я соответственно быстренько и отреагирую но не раньше чем будет понятно что сказать потому что как бы сам по себе текст может быть не очень не очень легко комментировать знаете как бывает вот так что мы как только так сразу как только так сразу так и но так и